Где мои котики меня встречают? Чао, Мичу. А где остальные, а? Где остальные? Вон они бегут. Доброе утро, друзья. Только что отвезла Никиту в школу. Назад он приедет на автобусе. Томас, идёшь? Ария, чао. Чао, сестрички, подружки, сестрички. Вся борзая тройка. О, какая красота. Хорошо, что мы купили вот эти вот маргаритки жёлтые. Смотрите, как красиво. Чао, Элори. Гуляете? Молодцы. Ой, друзья, иду как муха сонная. Представляете, глаза закрываются конкретно. После таких выходных, когда надо отдыхать, мы наработались, напахались, наездились. Столько дел переделали, что сегодня с утра, видите, солнца нет. А когда солнца нет, у меня меньше энергии. И прям глаза закрываются. Ну, ладно, сейчас я пойду кое-куда, потом домой приду. Отдохну малость. Тут раньше у нас железная дорога проходила. Тренорд проходил. Видите, там ещё до сих пор у нас остались железные. Ой, не железные, это железнодорожные рельсы. Старые, видите, старинные. Там вообще буйраки, буйреки. Я одна туда даже побаиваюсь идти. Мало ли, вдруг там какой-то маньяк или какой-то зверь. Ладненько, сейчас я пойду в Алдин, мне надо кое-что купить. Скажу, прогуляюсь с утра. Пойду домой, немножко отдохну. А, но прежде чем отдохнуть, мне надо будет придумать, что на ужин приготовить и найти одеяло более лёгкое. Вот, а потом уже отдохнуть, чтобы, как говорится, и ждать прихода, возвращения Никиты. Сегодня с утра увидела. Я вчера, главное, не обращала внимания. Столько тополинового пуха летает. Вот, вот там вот у нас на родине есть эта песня, Иваночки Интернешнл, тополины пух, жара июль. Или июль, июль, или июнь. Вот. Ну, летом, да? А у нас вот в мае тополины пух летают во всё. Уже везде цепляются этот пух, как паутины делают. Если вам видно, пух летает. Ну, здесь пока не сильно много, но летают. Ой, бедные те, у кого аллергия на тополины пух или, там, на цветы аллергия. Вот я помню, у моей двоюродной сестры, Светланка, вот у неё, да, у неё, не помню на что, но есть аллергия. То ли на цвет, нет, по-моему, на тополины пух. Потому что помню, как весна, так она немножко страдала, помню, бедняжка. Так, ладненько, погода у нас сегодня не жаркая. Обещает даже дождик. Но я надеюсь, что Никита успеет вернуться домой после школы до дождя. А то ему придётся будет помочиться немножко. Вот я не могу понять, это тополь или не тополь. Вроде как, не как у нас на родине. Или как у нас на родине. Смотрите, что творится. Вот это всё и у нас на заборах, везде, на окнах. Вот как паутина. Представляете, летает снегопад, снегопад. Тра-та-та-та-та-та-та. Так, я уже накупила кое-что. Клубнички купила. Благо, ещё есть клубничка. И сейчас уже более-менее дешёвая. Можно лакомиться потихонечку. Пока у нас клубника не созрела. Всё, иду в обратный путь, дорогу. Помните, вчера приходила дочка этого хозяина, бывшего пилота. Он пилот на пенсии. Ой, да боже, что будет. Прямо, ой, смотрите, что он делает. Думаю, кто меня там толкает, мои ноги. Ох, это Томас. Ох, это Томас, довольный. Все довольны. А там птичка смотрит. В общем, пришла вчера дочка этого хозяина. Но сейчас он пока здесь не живёт, этот пилот. И у него есть жена, она очень больная. Старенький, они уже. Пришла дочка со своим мужем. Недавно они только поженились. Буквально две недели назад. Молодожёны. В общем. И он, её муж, оказывается, румын. Представляете? Сосед мой. По Молдавии. Румыния, Молдавия. Смотрите, что они сделали. Они всё, они дерево убрали. Вот это дерево было, это как это, слива, слива. Они убрали. Вот здесь было дерево, лавровый лист, куст. То есть. И вот здесь тоже в углу был лавровый лист. Вот. А теперь, я не знаю, где мне брать лавровый лист. Надо искать теперь у меня лавровый лист. У меня есть, но в принципе, самое главное, чтобы листочки не болели. А у нас вот эта клубника, что в этом горшке, старом горшке, видите, он раздробленный уже, мы его должны выбросить. Но так как мы увидели, что в ней клубник растёт, пока оставили. Эта клубника, оказывается, она дикая. Смотрите, уже давно появились плоды, ягоды, то есть, да. Но они не растут дальше. Не растут и всё. Хотя я поливаю, чищу. В общем, не растут. Рима сказала, что это, скорее всего, дикая клубника. Скорее всего, его мама покойная привозила с Альпийские горы, оттуда где-то сама брала клубнику, вот дикая клубника, видите, вообще. Не знаю, что-то вырастет в неё, не вырастет. Ребён сказал, что они, ягоды очень вкусные. Ну, посмотрим. Пока оставим, пока цветут, пока плоды есть, пока оставим. Потом, как клубника уйдёт, я её уже не буду садить в ту грядку, где клубника, а просто-напросто выброшу, зачем мне такая клубника. Вот мелкая, я не сильно люблю мелкую, а этот горшок уже выбросим, потому что всё равно я поливаю, и вода стекает вниз, потому что всё тут трещин и трещин, видите, он уже раздробленный весь этот каменный горшок. Так, что я с утра купила? Я купила килограмм лука. Ёлки-палки, мне надо было ещё и картошку купить, но Валди такая ужасная картошка некрасивая, что я решила не брать. Так, мне надо было купить такой вот хлеб, это я люблю завтракать таким хлебом, а это Никитин хлеб, он любит делать бутерлики с таким хлебом. Купила немножко сыра, это такой каприно, вот он такой нежный мягкий сыр, именно с козьей. Вот, купила попробовать такой йогурт, может быть он, вдруг он похож на сметанку. В общем, попробуем, он такой лёгкий йогурт. Так, фажоли, это фасольку купила консервированную. Вот, кукруска сладкая. Так, и что, клубничка и немножко апельсинки. Апельсинки снова сицилийские. Стоит, тут цветочки поливаю. Ой, красота какая! Смотрите, прям синькие беленькие, там фиолетовенькие, там роза розовая. А здесь Томас где-то. Где мой мечу? А, вот он. Чао, Томас, ты тоже гуляешь, тоже за окном, да? Чао, смотрите, отвечает. Мяу. Кто сказал мяу? Так, ну что, присесть пока не получается. Я тут делаю мясную рогу. Посмотрите, как много женщин для счастья. Казалось бы, обыкновенный нож. Но я так счастлива, если бы вы знали, как я долго мучилась без тебя. Боже, я больше двух месяцев жила без тебя. Офигеть, как я могла резать вот этот шоколад без этого ножа. Я даже не представляю. Я сколько ножей только не перепробовала, мучилась. У меня и пальцы болели, и руки болели. В общем, вообще неудобные все ножи. А этот прямо, ну, идеальный нож для резки шоколада твердого, черного. Так, в общем, никак не могу присесть. Только что сделала мясную рогу, я буду делать лазанью. Короче, буду делать несколько лазаней в маленьких формочках. Порционные такие формочки для Никиты. И оставлю немножко мясного рогу для сегодняшнего ужина. Так, и сейчас я решила сделать мафины свои. Яблочные шоколадные. Вот, знаете, я делаю, делаю что-то, готовлю, готовлю, готовлю. И подумала, ёлки-палки, а я же совершенно одна, представляете? Даже котов нет. Я уже долго, уже не знаю, сколько времени, я не была дома совершенно одна. Потому что, даже вот Ирину на работе, Никита в школе, ну, постоянно вокруг меня крутились эти кошеки. То один, то другой, то мям-мям, то кого-то покормить, то кого-то привел сказать, то с кем-то поговорить. А я просто-напросто молчу. Вот только разговариваю на камеру. Вот пока я готовлю, смотрю всякие видеоблоги, вот, тех видеоблогеров, которых я обычно смотрю. А сейчас я, мне в рекомендациях попался снова новый видеоблог Агаты Мученицы. Вот эта актриса, которая была замужем за Прилочным. Вот, а я уже, как-то, когда-то давно смотрела её видеоблоги, когда она была замужем за Прилочным. Потом перестала смотреть, потому что она в основном блоги не выпускала. Выпускала всякие, прям, передачи про разведённых женщин. Вот, и мне это неинтересно стало, я отписалась. А сейчас вот снова попала на видеоблог, и так интересно, вот, посмотреть. Детки подросли её, так посмотреть на жизнь, вот, куда она едет, чем занимается. Потому что, понимаете, вот, я никогда не крутилась в такой сфере, именно, где-то, актрисы, актёры, вот, там, режиссёры. Вот, Катюша, подруженца моя, с Украины, она работала на телевидении на Украине. И вот она знакома со многими, как говорится, известными людьми. Вот, не только украинскими, но, может быть, ещё и с российскими, кто знает. Вот, она просто крутилась в той сфере. Я не крутилась в той сфере, мне просто интересно посмотреть, вот, всё, всё это, закулисную жизнь, например. И вот, или, или, там, про жизнь, эти всяких кино, телезвёзд. Я уже начинаю, маффинчики, начиняю, то есть, маффинчики свои, вот, тоже, вот, такая счастливая. Вот, смотрите, прямо, Люба, дорого. Я просто привыкла к этому именно действую, работе, потому что, то же самое, два месяца я не имела вот эту вот мою поварёшку специальную. Видите, она как маленькая ложечка, такая удобная, очень. Вот, я давно уже принорвилась именно вот с этой поварёшкой и помогаю себе чайной ложкой вот так вот порции делать. Потому что тесто, оно достаточно жутковатое, вот, ну, и тоже самое в кулинарный мешок нельзя его засунуть, потому что там идут куски шоколада в этом тесте. Поэтому, как-то, не то, не всё, не кукарегу, вот так вот, это мой личный, такой вот мой способ. Вот это вот моя любимая поварёшка. Наконец-то я забрала и нож, и эту любимую поварёшку для маффинов. Всё, сейчас я начиню из пикур и будут наши любимые, вкусные, мягкие, нежные, прямо, ой, ну, любим мы их всех, очень, маффинчики. Всё, мои маффинчики в духовке, ждём, когда они приготовятся. Ирина мне написала смс-ку, я уже готов попробовать. Так, ну что, друзья, сейчас я бы дитя не тешилась, лишь бы не плакала. Если я сейчас снова немножко почистила вот эти вот цветы, что там были их много, видите, густые, вот до этого ириса дочистила, вот там только цветы ириса находятся, вот. А вот эти вот, видите, вот эти вот заросли всё очистила, там освободила немножко. В общем, всё, теперь видна уже тропиночка, ну, наконец-то. Всё, у нас непонятно, что за погода. То выходит солнце, то не выходит солнце, то капает дождик, то не капает дождик, да. Женя, а? Мария. Жду, когда Никита придёт, он сейчас уже выжил из школы, скоро приедет. Вот, вон, снова набрала пять таких вот вёдер, тоже на выброс. Вот так вот потихонечку, потихонечку, это трава, что мы косили. И там и вот эти вот цветы, что я повытаскивала с корнями, и вот эта вот трава, что мы скосили. Всё потихонечку, всё идёт в мешки. Жоя боится всяких шумов. Она ещё, видите, кольца привыкают до сих пор. Ария-то уже более-менее привыкла, потому что у нас, смотрите, напротив дома, там начнут скоро ремонтировать, наверное, снаружи, видите. Офигеть, гору посуду перемыла сейчас. Столько много вот этой пластиковой посуды, что мне надо было для рецептов делать. Видите, всё, миксер, там всё, всё помыла. И ещё кастрюлька от супа осталась после вчерашнего ужина. Так, ну вот, и вот мои мафинчики уже готовые. Сейчас включу свет здесь, чтобы было хорошо видно. Вот такие вот мафинчики. Очень мягкие, очень нежные. И долго они сохраняют, как говорится, свою свежесть и свою мягкость. Всё, они уже у меня остыли. Сейчас я их сложу в миску, прикрою. И нам буквально на три дня где-то хватит точно этих мафинов на завтраки, на перекусы. Я говорю, действительно, что девушке и женщине для счастья надо? Вот какие-то мелочи, это уже счастье. Смотрите, у меня здесь снова на этой грядке тоже начали выходить уже кукурузка. Та кукурузка, что мне Катюша привезла с Украины. Здесь кукурузка, здесь кукурузка. Вот, не знаю, взойдут ли здесь мои огурчики. Посмотрим, потому что я здесь и кукурузу, и огурчики посадила. Вот, ну, видите, как я вчера на всякий случай... А нет, здесь у меня раньше были огурчики. Три огурчика посажены на всякий случай. Вот, вдруг мои не взойдут. Так что, хотя бы три огурчика. Если так и не взойдут, я могу ещё взять раз, два, ещё три саженца. Или даже четыре, чтобы посадить вот так вот. Ну, вообще посмотрим. Пока что огурцов у меня достаточно полно на этот раз. Нет, наверное, докупать не буду. Потому что у меня и здесь огурцы есть, и в этих горшках огурцы есть. И на заболе три огурчика есть. Здесь непонятно, что у нас. Не знаю, вот на этой грядке тоже у меня кукурузка. Нет, это не похоже, что это кукуруза. Это похоже, что это цветок какой-то вылез. Видать, на этой грядке я в последнюю очередь посеяла кукурузу. Вот так вот собиралась с утра присесть, прилечь, отдохнуть. Ага, никогда. Никогда постоянно. Действительно, свой дом есть свой дом. Полно работы, что в доме, что вне дома. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok